Подача встречного иска В ту организацию, которая является стороной по договору цессии Я предполагаю, что должны быть документы Если документы не пришли до сих пор То, соответственно, все равно нужно этот вопрос решить до решения вопроса об экспертизе Потому что назначать сейчас экспертизу Если нет правовых оснований для взыскания якобы кредитного долга Нецелесообразно сейчас проводить экспертизу Приостанавливаться к просмотрению дела В первоначальных требованиях заявлено, что существует якобы кредитный договор На основании которого истец просит взыскать долг по кредитному договору Если у истца нет законных оснований на данный момент требовать эту якобы задолженность Потому что наличие спорного договора не подтверждено В связи с этим и подан встречный иск Но поскольку он говорит, что я уже не являюсь стороной То в данном случае иск первоначально не может быть удовлетворен Потому что нет законных оснований его удовлетворять в пользу истца Потому что согласно документам, предоставленных в суд Правоприемником стала другая организация Она самостоятельным иском имеет право обратиться Либо вступить в дело под какими-то там порциальными основаниями Чего не было сделано Соответственно, мы хотим, чтобы в первоначальном иске было отказано По основаниям отсутствия оснований требования Вы на удовлетворении встречного иска настаиваете? В связи с тем, что первоначальный иск на данный момент рассматривается Соответственно, мы не можем отказаться от встречного иска Но если первоначальный иск будет снят с рассмотрения О чем ходатайствовал именно истец Более того, он неоднократно не являлся Еще на тот период, когда другой судья был в деле Уже была двухкратная неявка в судебное заседание Было соответствующее ходатайство о том, чтобы снять с рассмотрения Но почему-то дело продолжается рассматриваться Запрашиваются вот эти документы Запрашиваются соответствующие договора Мнения третьей стороны, которые привлекают по инициативе суда На мой взгляд, суд проявляет излишнюю инициативу Потому что у нас право обращения в суд Это добровольное дело Поэтому если по договору сессия Сторона, которая приобрела якобы Право требования по кредитному договору Не просит взыскать эту сумму То и не надо их принуждать запускать в это дело И все-таки рассматривать это дело В рамках первоначальных исковых требований Я просто хочу обратить внимание Что истец надлежащий может быть не заинтересован В вступлении в это дело В его интересах подать может быть отдельный иск Чтобы не участвовать в распределении судебных расходов Которые на данный момент понес мой доверитель Потому что, удовлетворяя исковые требования Сречного иска и отказывая в первоначальном иске Естественно, будут заявлены судебные расходы Которые первоначальный истец должен будет возместить То есть вероятность того, что дело будет не в пользу Стороны по договору сессии Она существует И поэтому я предполагаю Если они до сих пор не вступили в дело Они этот момент учитывают Вы ходатайство на значение экспертизы поддерживаете или нет? Чтобы суд мог его хоть как-то разложить? На данный вопрос Мне нужно все-таки посоветоваться с моим доверителем Который находится в отпуске Вопрос об экспертизе Это финансовый в конечном итоге вопрос И поэтому нужно заслушать мнение моего доверителя Настаивает он или нет Потому что на данный момент Мне неизвестно Как разрешился вопрос По поводу привлечения в дело третьего лица И истребования договора сессии Потому что причиной отложения предыдущего судебного заседания Были именно эти мотивы Скажите, пожалуйста Позиция ваша по делу какова? Вы утверждаете, что вы не подписывали тот договор По которому естественно первоначальному иску Просят с вас денежные средства? Уважаемый суд, я коротко поясню В чем заключается позиция Любой гражданин, когда обращается в какой-либо банк Он там оформляет Либо не оформляет какие-то документы Это, как правило, анкета Это, как правило, заявка на заключение кредитного договора То есть это могут быть различные документы То есть договор в банках заключается по принципам оферты То есть документ, который банк должен акцептовать Выполнить ряд условий Ни я, ни мой доверитель не может помнить Какие и где он подписывал бумаги Подписывал ли он вообще Мы исходим из того, что он даже не подписывал оферту Но мы и указываем на то, что договор Может считаться заключенным в кредитный договор Как в самом договоре указано Который в суд предоставлено, ксерокопия незаверенная Свидетельствует о том, что банк должен акцептовать оферту Для этого он должен, как минимум, открыть расчетный счет Соответствующую карточку выдать Этих документов в материалах дела нету Поэтому считать, что оферта была акцептована То есть заключен был договор, невозможно Поэтому мы и говорим, что мы договор не заключали Деньги не получали, ни в наличном виде Не будем получения карточки, дебетовой, кредитовой, еще какой-то Этого факта нету В материалах дела этих документов нету Но при этом мы обращаем внимание, что у нас очень большое сомнение Что мой доверитель вообще даже оставлял у них оферту Потому что его персональные данные ходят по сети интернет И подпись его помогли поделать кто угодно Потому что фотографии тоже в сети интернет это все скачивается Поэтому у нас возникло сомнение, что мой доверитель вообще мог что-то там подписывать Потому что он помнит точно, что он не обращался в этот банк Ничего, никаких заявок не оформлял на кредиты и тому подобное Поэтому мы и заявили такую экспертизу, чтобы опровергнуть сам факт подачи им оферты А факт отсутствия акцепта подтверждается материалами дела Потому что материалы дела не предоставлены документы, подтверждающие выдачу наличных денег Либо выдачи безналичным путем, перечисления на какой-то счет Который именно принадлежит моему доверителю Потому что, как я неоднократно обращал внимание Деньги в безналичном виде выдаются путем выдачи вот этого инструмента платежного Называется банковская карточка Так называемый пластик, согласно которому он может распоряжаться деньгами, оплачивать в магазине, снимать деньги Но если он за карточку не расписывался, да, за получение То этой карточкой мог пользоваться кто угодно Это важное, существенное значение должно иметь Потому что именно этот документ подтверждает, что деньги выданы Это все равно, что заключить договор, но не выдать наличные деньги Человек, когда получает в кассе денежки, он расписывается в документах Где указана сумма, все И в банке есть этот документ подтверждающий То есть подтверждается факт выдачи денег Соответственно, выдача в безналичном виде подтверждается выдачей вот этого продукта банковского В виде пластиковой карты С установленным лимитом Подтверждается соответствующим договором на эту карточку Этого в материалах дела нет Еще раз повторюсь, я на данный момент считаю, что дело не может рассмотрено быть Потому что мой доверитель не был надлежащим образом извещен Он сейчас находится за пределами города Мурманска Во всех судебных заседаниях он присутствовал И хочет дальше продолжить присутствовать Потому что для него это имеет существенное значение Потому что, как я в предыдущем судебном заседании обращал внимание В отношении него очень много исковых заявлений подано Из которых есть уже в нашу пользу Есть, которые уже также приостановлены в связи с назначением экспертизы Не можем себе позволить за каждую экспертизу платить Если суд готов за счет бюджета провести экспертизу Выносится вопрос на обсуждение о проведении подчерковической экспертизы Поскольку ходатайство не было заявлено Не было поддержано настоящим судебным заседанием за счет бюджета За счет бюджета, да Нет Суд выдается сообщить не помню Для решения последнего вопроса Оглашается результивная часть определения Определение этого в августе 23 Ленинский район суд города Новоминского садов Председатель, стоящего судей журнала Прессии Патариканьева Существом представителя от Вечерого Коица По встречному иску манайд Рассказе подсказки на судебном заседании Горстанское дело По искусству личного ценерного общества Судкомбан Маслана Дениса Анатольевича Удоскались за должность По кредитному договору Слышный манайд Договора кредитного Незаключенного Применения последствия уничтоженной сделки На основании статьи 7.9.10.16 Корректор А.Кодекса Российской Федерации Судья предел Назначить по гражданскому делу Судебно-почерковическую экспедицию Расходы по оплате Судебно-почерковической экспедиции По настоящему делу Возложить на управление Судебного департамента Новоминского области За счет средств федерального бюджета